Верба Верба широкая, не обхватить её и двоим. Её лоснящиеся листва спускаются на крышу, на плотину. Нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Её горбатый ствол обезображен большим тёмным дуплом. Суньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в чёрном меду. Дикие пчёлы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, её приятель, говорит, что она была старой ещё и тогда, когда он служил у барина во французах, а потом у барыни в неграх. А это было слишком давно. Верба подпирает и другую развалину. Старика Архипа, который, сидя у её корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днём он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут. Оба на своём веку видывали виды. Послушайте их. Лет тридцать тому назад, в вербное воскресенье, в день именин старухи-вербы, старик сидел на своём месте, глядел на весну и удил. Кругом было тихо, как всегда. Слышался только шёпот стариков, да изредка сплёскивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал ещё и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала цырская почта. И в это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, Но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, Беспокойно задвигался, Сдёрнул с лица почтальона платок И взмахнул кистенём. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове зазияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанёс другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги. С берега спускался ямщик и шёл прямо на него. Его загоревшее лицо было бледно, Глаза тупо глядели бог знает куда. Тряся с всем телом, он подбежал к вербе И, не замечая Архипа, Сунул в дупло почтовую сумку. Потом побежал вверх, Вскочил на телегу И, странно показалось Архипу, Нанёс себе по виску удар. Окровавив себе лицо, Он ударил по лошадям. «Караул! Режут!» Закричал он. Ему вторило эхо, И долго Архип слышал это «Караул!» Дни через шесть На мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, Измерили для чего-то глубину реки И, пообедав под вербой, Уехали. А Архип во всё время следствия Сидел под колесом, Дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты С пятью печатями. День и ночь глядел он На эти печати и думал, А старуха верба Днём молчала, А ночью плакала. «Дура!» Думал Архип, Прислушиваясь к её плачу. Через неделю Архип шёл уже с сумкой в город. «Где здесь присутственное место?» Спросил он, Войдя за заставу. Ему указали на большой жёлтый дом С полосатой будкой у двери. Он вошёл И в передней увидел барина Со светлыми пуговицами. Барин курил трубку И бронил за что-то сторожа. Архип подошёл к нему И, дрожа всем телом, Рассказал про эпизод Со старухой вербой. Чиновник взял в руки сумку, Расстегнул ремешки, Побледнел, Покраснел. «Сейчас!» Сказал он И побежал в присутствие. Там окружили его чиновники. Забегали, засуетились, Зашептали. Через десять минут Чиновник вынес Архипу сумку И сказал «Ты не туда, братец, пришёл. Ты иди на Нижнюю улицу, Там тебе укажут. А здесь казначейство, милый мой. Ты иди в полицию». Архип взял сумку и вышел. «А сумка полегче стала», Подумал он. «Наполовину меньше стало». На Нижней улице Ему указали на другой жёлтый дом С двумя будками. Архип вошёл. Передней тут не было, И присутствие начиналось Прямо с лестницы. Старик подошёл к одному из столов И рассказал писцам Историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, Покричали на него И послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса Он взял сумку И заперся с ней в другой комнате. «А деньги же где?» Послышалось через минуту Из этой комнаты. «Сумка пуста. Скажите, впрочем, старику, Что он может идти Или задержать его. Отведите его к Ивану Марковичу. Нет, впрочем, пусть идёт». Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни Опять уже видели его седую бороду. Дело было глубокой осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, Как и пожелтевшая верба. Он не любил осень. Лицо его стало ещё мрачней, Когда он увидел возле себя Ямщика. Ямщик, не замечая его, Подошёл к вербе И сунул в дупло руку. Пчёлы, мокрые и ленивые, Поползли по его рукаву. Пошарив немного, Он побледнел, А через час Сидел над рекой И бессмысленно глядел в воду. «Где она?» Спрашивал он Архипа. Архип сначала молчал И угрюмо сторонился убийцы, Но скоро сжалился над ним. «Я начальству снёс», Сказал он. «Но ты, дурень, не бойся. Я сказал там, Что под вербой нашёл. Ямщик вскочил, Взревел И набросился на Архипа. Долго он бил его, Избил его старое лицо, Повалил на землю, Топтал ногами. Побившись старика, Он не ушёл от него, А остался жить при мельнице Вместе с Архипом. Днём он спал и молчал, А ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, И он беседовал с ней. Наступила весна, А ямщик продолжал ещё молчать и гулять. Однажды ночью подошёл к нему старик. Будет тебе дурень слоняться, Сказал он ему, Искосо поглядывая на почтальона. Уходи. И почтальон то же самое сказал, И верба прошептала тоже. Не могу, Сказал ямщик, Пошёл бы, Да ноги болят, Душа болит. Старик взял под руку ямщика И повёл его в город. Он повёл его на нижнюю улицу, В то самое присутствие, Куда отдал сумку. Ямщик упал перед старшим на колени И покаялся. Кусач удивился. Чего на себя клепаешь, дурак? Сказал он. Пьян? Хочешь, чтобы я тебя в холодную засадил? Перебеселись все мерзавцы, Только путают дело. Преступник не найден, Ну и шабаш. Что ж тебе ещё нужно? Убирайся. Когда старик напомнил про сумку, Усач захохотал, А песцы удивились. Память, видно, у них плоха. Не нашёл ямщик искупления на нижней улице, Пришлось возвращаться к вербе. И пришлось бежать от совести в воду, Возмутить то именно место, Где плавают поплавки архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик И старуха верба две тени. Не с ними ли они шепчутся?